Жители Донбасса сейчас в данный момент интересуют, что же действительно на самом деле происходит с их регионом. Каждый человек, кто пересекает зону АТО и кто здесь ездит, волонтеры, видят, что по сути обустраивается линия государственной границы, возводятся инженерные сооружения, возводятся пункты пропуска полноценные, пограничные войска заступают на службу и в принципе очень скоро будут готовы регистрировать поток людей, который пересекает эту границу. Поэтому возникает вопрос, что происходит сейчас с нашей территорией. У нас меняются границы Украины или границы Украины не меняются? К сожалению, на Востоке мы не слышим именно правды и ответов на самые животрепещущие вопросы. Вот, например, тот же вопрос о пресловутых выплатах. Здесь даже не очень охота разговаривать о том, насколько этот шаг окажется эффективным, неэффективным, нужным, ненужным, потому что правы обе стороны. Правы, на самом деле, те люди, которые говорят, что выплаты позволили, стали стимулом для того, чтобы начались переговоры. И правы абсолютно те, кто говорят, что в результате этой политики на Донецке, в Донбассе будут иметь место голодные смерти. Хуже другое. Хуже то, что вокруг этого вопроса общество на самом деле раскололось. И раскололось снова вдоль линии Днепра. И впервые, пожалуй, за историю Украины этот раскол идет не отсюда, с Востока, вверх, на Киев, а из Киева сюда, на Восток. Мы не понимаем, нам никто не объясняет суть этой политики. В то время как запрос растет просто на нормальную работу власти. Допустим, результатом того же закона о выплатах стало то, что город Мариуполь принимает сегодня до 30 тысяч пенсионеров ежедневно. Принять такой объем людей без дополнительной помощи практически невозможно. Константин, я вас перебью просто для того, чтобы уточнить. Скажите, пожалуйста, вот эти 30 тысяч, которые приезжают ежедневно для того, чтобы получить пенсии, они приезжают и уезжают, или они приезжают и остаются? Нет, эти люди приезжают и уезжают. Мы имеем многотысячные очереди на трех этапах. Сначала люди стоят в многотысячной очереди в отделении соцзащиты для получения справки. Затем они несут эту справку в пенсионный фонд. Из пенсионного фонда они идут в отделение Ощадбанка для того, чтобы получить причитающиеся им деньги. Все это отнимает кучу времени, очереди тянутся на улицы. Несмотря на то, что часы работы увеличены максимально на два часа, все социальные службы работают в городе Мариуполе с 7 до 7 часов. Выведены люди из отпусков, но без помощи центральной власти мы не можем справляться с таким потоком, хотя бы потому, что нас никто не предупредил, что он будет. Константин, скажите, пожалуйста, но все-таки настроение этих людей, чего они ждут? Настроение? Чего они хотят, скажем? Эти люди не ждут ничего. Они хотят, чтобы от них отстали. Они хотят, чтобы они получили свои деньги. Они одинаково негативно относятся как к ДНР, который обрекает их на страдания, так и к Украине, которая обрекает их на ровном месте на лишние телодвижения, которые им непонятны. Потому что им непонятно, зачем надо брать справку для того, чтобы подтверждать выплаты. Учитывая, что они уже раньше зарегистрировались. И они уезжают снова. Хорошо, а что, на ваш взгляд, коалиция и правительство, которое, мы надеемся, будет в ближайшие дни сформировано, может сделать для того, чтобы эту ситуацию изменить? На ваш взгляд? Реформы. Государство Украина должно стать привлекательным и должно показать способность меняться. Это то, что привлечет всех людей к государству Украины. На сегодняшний день просто не видно желания что-либо менять. Реформировать государство, реформировать подходы. Переходить к политике, в центре которой стоит абсолютно каждый гражданин Украины. Хорошо. А не отдельные какие-то группы лиц. Хорошо. Тогда вот, знаете, как в стародавние времена спрашивали, если бы директором были вы, вот если бы в вашей власти было проводить реформы, то какие первые три самых главных реформы вы бы стали проводить? С учетом того, что вы знаете о Донбассе и понимаете, чего ждут, на ваш взгляд, его жители. Константин. Да, я слышу. Коалиция должна первым образом сделать те реформы, которые сделают все остальные реформы необратимыми. Надо выбрать три простых реформаторских начинания. В моем понимании это децентрализация, поскольку это наиболее разработанный и теоретический, и методологический на сегодняшний день пакет реформ. В редакции Владимира Гройсмана. На втором месте это реформа правоохранительных органов и вообще силовых структур, потому что эта реформа станет естественным следствием реформы децентрализации. И дерегуляция радикальной экономики. Три эти вещи в комплексе сделают все остальные реформы, которые мы не можем выстроить в приоритете, просто необратимыми. Потому что претензия людей, которые принадлежат к моему поколению, собственно в том, что мы живем в современной Украине, в ней ничего не меняется. Проходит наша жизнь и нам становится обидно, что государство не может совершить прыжок в своем развитии. Поэтому вместо того, чтобы заключать коалиционное соглашение абсолютно пустое, без постановки целей, сроков, ответственных, спорить не о том, как надо делать, а бесконечно спорить о том, что надо делать, что не надо делать, Очень хотелось бы, чтобы власти решились, сделали шаг. Пусть этот будет шаг в неправильном направлении, но это должен быть шаг. Константин, вопрос такой. На прошлой неделе появилась информация о голодных бунтах, так называемых. Назывались города Терес, Енакиево, Макеевка, Вулганской области, был Свердловск, Черно-Партизанский и так далее. Как сейчас обстановка там, в этих вот местах? Улучшилась, ухудшилась? Где-то, может быть, еще в каких-то городах вспыхнули такие вот вещи? Спасибо за вопрос. Понимаете, я узнаю о событиях на моей родине, городе Донецке и тех городах, которые остались под контролем ДНР и СМИ. Я там не бываю, мне там небезопасно находиться. Но я действительно слышал от знакомых неоднократно о том, что случаи голодных смертей имеют место быть в городе Донецке, на его окраинных районах, среди очень четкой категории граждан. Это люди, которые не могут перемещаться, которые не могут двигаться, парализованные старики, дети, инвалиды, ограниченные в передвижении, люди, которые не могут получить помощь. А помощь не может быть в них. Сколько таких случаев? Вы можете примеры? Я знаю, что эти места имеют быть. Спасибо. Продолжение следует...